Всем привет! Владимир Путин поручил российским чиновникам обратить наконец серьезное внимание на автомобилестроительную отрасль. Беспокойство президента России очень даже понятно. Эта сфера промышленности мало того, что является системообразующей, так она еще и одна из самых технологически сложных и наукоемких. Российские чиновники, переняв манеру работать у позднесоветских аппаратчиков, виртуозно научились делать только одно дело – имитировать работу в поте лица. Их девизом вполне могли бы стать слова завхоза Бубенцева из опять-таки советского фильма «Я вам так скажу, по-моему, где бы не работать, только бы не работать». По этому вопросу все. Два года назад мировые автомобильные концерны ушли из России. Тогда вопрос перед нашей страной стоял только один – выжить. Владимир Путин признал, что автомобильная промышленность стала одной из самых пострадавших от санкций отраслей. Однако совместными усилиями АвтоВАЗ и китайские компании кое-как заткнули потребительскую дыру, не дав тотальному дефициту легковушек захлестнуть страну. Да, все делалось в режиме форс-мажора, наспех, без какого-то плана. Примерно так заделывают на наших дорогах обнаружившиеся весной ямы. Засыпают свежий асфальт прямо в стоящую там воду. Ненадежно, недолговечно, зато быстро. Но период затыкания дыр уже кончился. Рынок обрушился. Казалось бы, пришла пора оценить причины провала и постараться больше не допускать возникновения подобных ситуаций в принципе. Но складывается впечатление, что глава Минфина Силуанов и глава Минпромторга Мантуров до нельзя всем довольны. Тем, например, что единственный непрекращающий работу иностранный завод по-прежнему занят крупноузловой сборкой. И тем, что на брошенных предприятиях, нашедших новых хозяев, главным инструментом является отвертка, а не штамповочные, сварочные, сборочные и покрасочные линии. Ну и тем, что необходимо автопрому как воздух, электронные системы снова закупаются за рубежом. Разве что не в Европе и Японии, как раньше, а в Китае? Да, сейчас ситуация на рынке очень непростая. Но все-таки есть варианты, как приобрести выгодно машину. Смотрите, к примеру, есть скидки на машины в 50, 100 и 200 тысяч рублей. И многие об этом даже не знают. А вот если вы зайдете на автоспот, то сможете хорошенько сэкономить. Тут собраны все предложения на автомобиле от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Пользуйтесь бесплатным ресурсом, пока есть такие хорошие предложения. Выбирайте машину и оставляйте заявку для бронирования. Также на автоспот вы найдете лучшее предложение на ТО вашего автомобиля. Понимание того, что развивать надо собственную технологическую базу пришло полтора десятилетия назад. Именно тогда родилось принуждение производителей автомобилей и компонентов к организации производства по полному циклу на российской территории. Ничего путного из этого не вышло. Западные комплектующие как шли из-за рубежа, так и продолжают идти. Только по прибытию на место их аккуратно переупаковывали в отечественные коробки и представляли в качестве отечественного продукта. Неудивительно, что с введением строгих санкций, автопрому пришлось откатиться на уровень прошлого века к стандарту Евро-2 и к машинам без АБС и ИСП. Считается, что нельзя вступить дважды в одну и ту же реку. Российские дельцы от автомобилестроения с блеском доказали – можно. Вместо того, чтобы развивать свое собственное производство автокомпонентов, они отправились в очередное путешествие по граблям. Заявленные стартапы вроде Калининградского автотора, призванные наладить собственное высокотехнологичное производство, или пробуксовывают, или по-тихому отказываются от заявленных целей. По крайней мере, реальных результатов от их работы пока не видать. Ёж – птица гордая, пока не пнешь – не полетит. Как всегда, пнуть пришлось президенту Российской Федерации. По итогам пленарного заседания «Сильные идеи для нового времени», состоявшиеся в рамках Петербургского международного экономического форума. Он дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину подготовить при участии правительства Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской области и правительства Калужской области предложение о создании автомобилестроительных кластеров в срок до 1 августа этого года. Мощности по производству автомобилей и автокомплектующих сконцентрированы на территории именно этих регионов. Чиновничество отреагировало мгновенно. Еще чернила не просохли на президентском поручении, а власти Санкт-Петербурга уже заявили, что рассчитывают в следующем году вернуть объем производства в автомобильной промышленности города к уровню 2021 года. Это замечательно, коли вернут. Вопрос в каком виде? Опять как крупноузловую сборку и с полностью китайских компонентов, а оно кому-то надо? Понятно, что наказ Владимира Путина нерадивые исполнители постараются спустить на тормозах, ибо работать никому не хочется, а денежки и так в карман текут. Но очень хотелось бы надеяться, что на этот раз саботаж не пройдет, что отечественное автомобилестроение получит необходимое развитие и выйдет наконец на мировой уровень качества. А как считаете вы? Теперь начнут что-то делать? Пишите в комментариях!